скульт привет друзья и ученики сегодня вместе с татьяной я буду учить вас делать выпады и делать выпады в самых лучших их разновидностях именно в ходьбе почему в ходьбе почему со штангой во первых когда вы удерживаете вес на плечах они с гантелями это гораздо больше подключает мышц не нужно объяснять почему работает огромное количество мышц стабилизаторов причем не только ног суставов но и верхнего участка тела то есть нашего туловища а вы знаете чем больше задействовано у нас различных мышечных волокон различных мышечных групп суставов это говорит о том что центральная нервная система иннервирует гораздо больше мышц подключая как можно больше нервных окончаний соответственно выбрасывается больше гормонов в кровь многие в это не верят но кстати я вот выложу не знаю как сделать это видео мне прислал доктор один он тоже не верил но у него ученики причем один из них был веганом попробовал мою систему периодизации но самое главное перед каждой тренировкой они делали гормоны выбрасывающие упражнения и результаты шокирующие насколько высоко поднялся уровень тестостерона это будет полезно в первую очередь мужчинам но и женщинам также на что следует обращать внимание когда мы делаем выпады в ходьбе обратите внимание как я вышагиваю сначала представляем ногу к впереди стоящей ноге и только потом делаем шаг и вниз вверх обратите на это особое внимание не падаем в присед выпад от четко приставили ногу шаг вниз вверх приставили ногу шаг вниз вверх спина обращаю ваше внимание прямая лопатки сведены и обратите внимание на впереди стоящую ногу колено практически не двигается и уж тем более не выходит за носок большого пальца ноги это очень важно а для этого нужно сделать довольно таки длинный шаг и садиться четко вниз ни назад ни вперед движение вперед вообще не должно быть четко вниз углы наклона в коленных суставах ваших должны быть 40 90 градусов это очень важно не смотрите и не критикуйте меня сильно я делал выпады после тяжелых приседаний была силовая тренировка и возможно где-то есть и у меня погрешности но это не столь существенно я вот смотрю на себя со стороны что всем рекомендую делать особенно если у вас нет тренера и вы будете видеть самостоятельно свои ошибки ни в коем случае особенно если вы девушка не берите самостоятельно вес пусть вам кто-нибудь его подаст либо снимайте его со стоек следующее на что обращаю ваша и танина внимание это вышагивать нужно не четко по прямой линии а немножечко в сторону если делаем шаг левой ногой то немножко влево вышагиваем если делаем шаг правой ногой то немного вправо кстати обратите внимание на пресс ноги спрашивают где упражнения на пресс почему нет упражнений на пресс друзья какие упражнения на пресс когда мы делаем тяжелые тяги приседания выпады обратите ваше внимание на танин пресс насколько он хорош мы не качаем специально пресс и я этого никому не советую разве что делать скручивания утром планки что таня и делает а видимость ваших мышц красота пресса ягодиц не важно чего это вопросы питания и все мои ученики подтверждают это но вернемся к вопросу вышагивание на одну линию если вы будете четко строго идти по одной линии то передняя и задняя нога будут практически стоять на одной линии чем это плохо это плохо тем что вы рискуете потерять серьезно равновесие и получить серьезную травму и вы не сможете использовать довольно таки серьезный приличный вес который приносит результаты на что обращаем внимание еще раз лопатки сведены сначала представляем ногу потом только вышагиваем потом только садимся садимся четко вниз четко вниз ни вперед ни назад четко вниз если вы делаете маленький шажок у вас это не получится вы не сможете соблюсти все нужные необходимые углы в коленных суставах обращаю особое внимание на угол именно передней ноги он должен составлять 90 градусов прямой угол ни в коем случае не совершайте движение особенно многие это любят делать по инерции вперед вот для этого все нужно делать постепенно еще раз смотрим сбоку приставили ногу шагнули вниз встали приставили ногу шагнули вниз встали если вы будете держать лопатки вместе вам будет гораздо легче держать спину прямой крайне важно соблюдать технику друзья не устаю вам это повторять таня делает это упражнение впервые вообще впервые именно вот в таком варианте со штангой и должен сказать она очень успешно справляется с этим всегда старайтесь в первую очередь думать о технике если есть техника то есть мотивация есть все кто не знает что такая мотивация советую посмотреть мое видео лучше прочесть статью об этом потому что мотивация рождается только внутри вас и вы удивитесь рождается она только тогда когда вы четко отработаете свою технику с психологической и физиологической точки зрения советую настоятельно рекомендую изучить эту статью на моем сайте hmg.ru как вы видите мы с татьяной практически не делаем никакой ерунды изолирующей особенно махов или подобных других оставляем это тем кто не дружит с головой или использует фармакологию мы же с вами здравомыслящие люди понимающие всех тонкостях тренировок питания отдыха восстановления знаем что только база может как-то изменить натурального человека неважно мужчина вы или женщина если вы не используете фармакологию то изоляция никоим образом не может изменить вашу мышцу никакую конечно если вы хотите просто держать себя в тонусе хорошо себя чувствовать вы можете выполнять изолированные упражнения но для того и нужна база чтобы грузить по максимуму центральную нервную систему все мышечные группы выбрасывать гормоны в кровь увеличивать силу а за ней увеличивать и мышечную массу друзья будьте внимательны будьте осторожны напоминаю на первом месте всегда идеальная техника и уже только потом рабочие веса не спешите у нас много и у вас времени на то чтобы изучить технику и изменить себя к лучшему пока отрабатываете технику старайтесь менять свое питание потому что от питания зависит очень и очень многое если не сказать все и пресс и линия под ягодицей и бицепс бедра зависят только от питания если мы говорим о прорисовке ну как там тебе первый раз выпады очень советую вам выполнять это упражнение помимо базовых но это считается тоже базовым упражнением просто она совсем по-другому задействует ваши мышцы какая-то выносливость все-таки вырабатывается особенно если в шаге делать упражнение и главное конечно при под присмотром в первый раз делать это упражнение потому что оно сложное и очень часто можно его неправильно сделать и можно даже что-то повредить так что внимательно смотрите на нашу технику мы наверное все нюансы обсудили и пробуйте включать это упражнение вашу тренировку не забывайте писать ваши вопросы в комментариях у Тани на канале у меня на канале под нашими совместными видео и мы делаем специальные ролики ответы на ваши вопросы всем пока а уже в следующий раз мы расскажем и покажем вам о двух лучших упражнениях но это не тяги и не приседы для ягодичных мышц первое это ягодичный мостик который мощно нагружает ягодичные мышцы а второе это русские наклоны которые являются лучшим упражнением для бицепса бедра оставайтесь с нами не обязательно подписываться на канал но поделитесь этим роликом другими будет вам счастье здоровья и успех